Мы на территории бывшего завода Центролит. Место, на котором мы находимся, примечательно тем, что 4 года назад вот у этой большой каменной трубы разразился настоящий скандал. Местные сообщили одесским СМИ, что некто ночью привозит кости животных и просто складывает их под открытым небом. И костей этих очень много. Настоящий скотомогильник. Мы решили проверить, так ли это, потому что наши коллеги вновь подняли тему. Со ссылкой на местных, все тех же, они сообщили, что скотомогильник не просто продолжает существовать, он разрастается. И что открытого пространства неизвестным мясникам уже мало, и они уносят кости. Вот тот ангар за моей спиной, и будто он уже полностью забит. И вот мы здесь. Первое, что мы увидели, это настоящее пепелище, из которого еще исходит жар. Судя по всему, несколько дней назад, а может быть и вчера, кто-то облил эти кости зажигательной смесью, поджег, подождал, пока они прогорят. И после загнал сюда тяжелую технику, отчетливо видно следы трактора, и бульдозером сгребли их в кучу. И, видимо, так решили этот вопрос. Ну а что же в ангаре? И вот мы тут. И судя по тому, что мы видим, новая информационная волна заставила озаботиться тех, кто свозил сюда кости. Потому что, если следовать изображениям, ранее размещенным в интернете, мы должны были здесь увидеть стену из сплошных скелетов. Но, как видите, ангар пуст. Здесь на полу мы увидели только небольшие костные фрагменты. Судя по всему, большие кости вывезли, а те, что поменьше, которые, грубо говоря, рассыпаются в труху, решили складировать вот таким образом. Просто сложив их в мешки с одной и с другой стороны. Этих мешков здесь, ну, примерно больше сотни. Судя по всему, кому-то из арендаторов части 126 гектаров бывшего завода «Центролит» теперь этот ангар понадобился и его, что называется, приводят в порядок. Но, как вы понимаете, никаких вменяемых или официальных комментариев получить в таких условиях невозможно. В то же время экологи говорят, что утилизация сжиганием в таких условиях запрещена неспроста. Подобный костер чреват выбросом воздуха чуть ли не третьей таблицы Менделеева. Выделяется целый ряд веществ, таких вот, которые воздействуют. Это акролиины, это фенолы, альдегиды различные. А при сжигании органических веществ еще и выделяется большое количество азотистых оснований, соединения аммиака и так далее, которые, в принципе, очень вредные. Стихийные могильники – это не только способ сэкономить на утилизации отходов, но следствие коррумпированной процедуры выдачи лицензии на эту деятельность профильным подразделением Минэкологии, говорит наш собеседник. Они подмяли под себя выдачу лицензий по Украине и набирают обороты скандалы по разным регионам, когда предприятия, получившие такие лицензии, допустим, по утилизации ртутных ламп и так далее, они просто их выбрасывали на свалки, потому что лицензию они получили исключительно за деньги и не имеют ни средства производства для утилизации. Из таких отходов можно было бы производить костную муку, но и на это требуется лицензия, которая обойдется в круглую сумму помимо официальных платежей, говорит эколог. Без упрощения процедуры или отмены лицензии вопрос со стихийными скотомогильниками не решить. Нам же остается только догадываться, спешная уборка на Центролите – это освобождение площадей для складов или расчистка для очередной партии скелетов. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».